В редакции нашей программы поступил вопрос «Что означает известная в Библии заповедь «Не убей»?» Вопрос действительно оправдан. Как понимать эту заповедь, данную Богом, если тот же Бог дает повеление своему народу наказывать грешников смертью? Итак, речь идет о шестой заповеди Деколога, или Десятисловия. В еврейском оригинале она выглядит так – «Лё Тирцак». Отрицательная частица «лё» плюс несовершенный глагол от корня «рацак» в форме «кал». Во втором лице единственном числе. В современных английских переводах это выражение переводится и как «не убивай», то есть «не отнимай» или «не прерывай жизни», и как «не совершай убийство». Убийство здесь определяется как незаконное лишение жизни, как заранее продуманное и преднамеренное убийство другого человека. Оно отличается от других видов отнятия жизни, которые, как некоторые считают, являются законными или приемлемыми. Ну, таких как казнь в случае совершения преступления, то есть высшая мера наказания, убийство на войне или убийство в целях самозащиты. Некоторые исследователи утверждают, что заповедь «не убивай» относится именно к предумышленному убийству или к незаконному отнятию жизни. Но так ли это? Давайте более внимательно посмотрим на использование библейской терминологии. В Священном Писании на еврейском языке для обозначения убийства используются по крайней мере четыре основных слова – хараг, мут, катал и рацак. Важно отметить, что три из этих глаголов, а именно хараг, мут и катал, включают в себя убийство как людей, так и животных. Тогда как глагол «рацак», используемый именно в шестой заповеди, встречается лишь в случаях убийства людей. Слово «рацак» в Ветхом Завете встречается 47 раз. Оно используется и в случае умышленного, и непредумышленного убийства. Означает ли оно умышленное убийство или случайное убийство, обычно показывает контекст. Шестая заповедь коротка, и слово «убить» не дополняется здесь какими-либо мотивами. Например, не сказано «не убивай незаконно», то есть «не совершай убийство», что указывает на то, что заповедь все-таки следует воспринимать как некий общий принцип. Это абсолютная заповедь относительно уважения к жизни. Таким образом, можно утверждать, что любое лишение человека жизни нарушает шестую заповедь. Вместе с тем, в книге «Второзаконие» подробно описывается юридическая практика применительно к шестой заповеди, в частности, с 19 по 22 главы книги «Второзаконие». Отмеченные главы посвящены убийствам, священной войне и уголовному праву. Как следует понимать высшую меру наказания или убийства в результате военных действий во время так называемой священной войны? Мы признаем, что существует определенное противоречие между указанием на смертную казнь и законом о священной войне и запретом на убийство в Десятисловии или в Шестой Заповеди. Однако эту проблему необходимо решать, опираясь на мотивы Божьих указаний, а не путем изменения значения божественного запрета «не убивай». Сталкиваясь с этим кажущимся противоречием в библейском тексте, с одной стороны, Божьим предписанием «не убивать», а с другой стороны, его собственным указанием убивать и наказывать, отнимая жизнь в случаях умышленного убийства, изнасилования, похищения, намеренного нарушения заповеди о субботе. Нужно помнить о том, что заповедь обращена каждому отдельному человеку во втором лице единственного числа. Это значит, что никто не может убить человека. Но когда убийство происходило, израильское общество должно было разобраться с тем, преступление это или несчастный случай. Но никто не имел права мстить за убийство лично. Должна была проводиться соответствующая юридическая процедура. Ни одному израильтянину не было позволено брать правосудие в свои руки. Существовали так называемые города-убежища, в которых мог укрыться человек, совершивший убийство по неосторожности. Отправление правосудия по Божьему повелению было делегировано теократическому обществу. Итак, любое отнятие жизни человека запрещено в принципе. Заповедь «Не убей» говорит об уважении к жизни, о святости жизни, и тем самым об уважении к Богу-творцу, сотворившему людей по своему образу и подобию, и создавшего их для жизни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова